Самое важное для страны сферы экономики – сельское хозяйство. В Казахстане приняты меры по диверсификации аграрного сектора, а также по поддержке, направленной на конкурентноспособность продукции. Тем не менее, в сельскохозяйственной сфере все еще остаются нерешенные проблемы, считают члены профсоюза работников сельского хозяйства области. Его представители, а также руководители крестьянских хозяйств, совместно с общественным фондом МИДЕД, готовят предложения для устранения накопившихся проблемных вопросов. Для совместной работы были приглашены представители Управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области, руководители крестьянских и фермерских хозяйств. Основная цель встречи – обсудить накопившиеся проблемы и разработать предложения по их решению. Разработанный план действий будет передан исполнительным органам. Многие из озвученных проблем известны, но совместными усилиями снять их с повестки дня будет легче, считают собравшиеся. Конечно, проблемы есть и в обеспечении, кормами и так далее. И сегодня Общественный фонд МИДЕД совместно с ОПКОМ и Просоюзом Сельскохозяйства работы вести уже с сельскими и крестьянскими хозяйствами. Чтобы крестьянское хозяйство, во-первых, ощутили помощь, которую будет оказывать Просоюзная организация. Тоже Общественный фонд МИДЕД. Сейчас ведется работа по анализу собранных во время встреч с сельхозтоваропроизводителями проблемных вопросов. Одной из самых волнующих проблем для сельского хозяйства является обеспечение водой. По данному вопросу были разработаны пути решения. Они будут представлены на запланированном расширенном семинар-совещении. В профсоюз работников сельского хозяйства уже вступили более 10 агроформирований. В их числе крестьянское хозяйство «Золотой улей», занимающееся пчеловодством. Его основная проблема – в отсутствии качественных трав, влияющих на производство меда. Многие крестьянские хозяйства, например, не хотят засевать свои площади кормовыми травами. Мы через сельхозуправление это все продвигаем. Экспорцет, доник, фацелия, синяк, люцерна – такие кормовые травы именно для пчел. Они нужны для воспроизводства племенного животноводства и для нас. Тихонько начинается улучшение в эту сторону. Мы сами тоже. Недавно мне самому землю выделили тоже 600 гектаров. Я тоже живу 30 гектаров за сель. Получение небольшого участка земли тоже относится к числу проблем мелких хозяйств. Им не требуется надел в несколько тысяч гектаров, а достаточно всего несколько сотен. Но при выделении участков предпочтение отдаётся крупным инвесторам. Этот вопрос также будет поднят во время предстоящей встречи на расширенном семинар-совещании. Екатерина Шмидт, Рустам Ищанов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.